Я всегда любил машины. В детстве я мечтал стать гонщиком, но в Японии это еще менее вероятно, чем в Северной Америке или Европе. Я создал Gran Turismo, потому что всегда хотел работать с машинами. Я не ожидал, что игра продастся так хорошо, как она в итоге продалась. У игры правдивые ощущения от вождения, и графика близка к реальности. Такого раньше не было в жанре автогонок. Я сделал первую Gran Turismo для Японии, в основном с японскими машинами. Gran Turismo 2 я делаю для всего мира. У нас будет около 400 машин и 20 трасс. Мы доставили сюда несколько машин, чтобы протестировать их, пофотографировать и записать звук. Моя цель в том, чтобы повсюду каждый владелец мог бы прокатиться на машине, которая у него есть, или на той, которую хочет купить, либо же просто восхитился той, которую никогда не сможет приобрести. Я хочу, чтобы владелец машины почувствовал, что водить машину в игре точно так же, как и на обычной дороге. Я создаю машину от начала и до самого конца. Сегодня я делаю фотографии со всех ракурсов, чтобы запечатлеть различные детали, покрышки, фары, стоп-сигналы, так что я смогу в точности перенести эти машины. Я получаю все планы, технические характеристики и образцы цветов прямо от производителя, после чего применяю их к модели. Уходит примерно неделя, чтобы сделать одну машину для игры. Если возникают проблемы, может понадобиться и месяц. Первой гран-туризма я не хотел, чтобы машина разворачивала при столкновениях, так что вы могли продолжить играть. Но игроки сказали мне, что хотят повреждений. У GT2 будет возможность для повреждения машин. Если вы ее выберете, и ваша машина ударится, ее закрутит, или станет тяжелее ею управлять. Но повреждения будут влиять только на управляемость, но не на внешний вид. Одно очень важное изменение, которое мы собираемся сделать, это добавить гравийные трассы. Машины смогут буквально скользить по ним. Также будет несколько дрэговых прямых. Одной из доступных реальных трасс станет лагуна Сека. Наша работа – проектировать гоночные треки. Мы прорисовываем траекторию трека, моделируем ее, а затем накладываем текстуры и рисунок ландшафта. Это очень важно для нас – приехать на лагуну Сека. По фотографиям мы знаем, какой наклон у здешних поворотов. Но теперь мы можем пройтись и проехать по ним, так что теперь сможем в точности перенести их в игру. Гран-Туризма 2, в отличие от других гоночных игр, не так важно просто ехать быстро. Иногда скорость не так важна, как умение грамотно оттормозиться. У меня есть школа вождения, и Маучи-сан был одним из моих учеников. Я не знал, что он создатель Гран-Туризма. Многое, что он изучил в моей школе, он внес в игру в виде тестов на получение гоночной лицензии. Как правильно разгоняться. Как тормозить. И как проходить поворот. Если вы по-настоящему хотите насладиться второй Гран-Туризма, не думайте о ней, как о видеоигре. Едьте так, как вы бы ехали на настоящей машине. На максимально возможном для вас уровне. Игра научит вас и поднимет на новый уровень получения удовольствия. На лагуне Сека есть самый знаменитый поворот, называющийся Штопор. Я узнал о нем еще будучи ребенком. Но взрослея в Японии, я никогда не думал, что увижу его вживую. Позавчера я проехал по нему и по всей трассе на Вайпере. Я думал про себя. Вот и сбылась моя мечта. Великий Турист 2 скоро придет.